так получилось что все три года что работаю sales я рассказываю про такие не очень популярные узкие штуки например когда три года назад я начал рассказывать про сообщи в принципе да ездить по конференцам рассказывать людям что можно так вот просто привлекать себе органику меня смотрели как на сумасшедшего вообще говорили о чем ты о чем речь вообще мы не понимаем зачем это надо нам и все и так хорошо работает а сейчас почти каждый день пишут facebook пытаются узнать что им делать их осо как им его развивать какие-то советов просят вот это на самом деле очень круто сегодня вообще хотелось сказать про локализации про выходы на международные рынки но эту эстафету у меня перехватил максим который после меня будет выступать в желтом зале поэтому тоже очень крутая тема советую послушать а сегодня поговорим про рейтинге и отзывы это тоже такая достаточно узкая тема которая на которой не все обращать внимание а потом думают почему у меня все так плохо с загрузками собственно сегодня поговорим про конверсию изначально что что вообще такое конверсия как как ее измеряете и как ее изучить потом обсудим как это все дело соотносится с рейтингом и поговорим про отзывы как с ними работать что с ними делать так назад конверсия в главных двух сторах да не будем рассматривать всякую мелочь типа windows стора двух видов трех видов у нас сейчас есть это из показа приложения в поиске фичеринг где-то еще в просмотр страницы из просмотра установку соответственно и самая классная конверсия которая должна всех интересовать это из показа приложения в установку этого приложения appstore itunes analytics нам позволяет следить за всеми тремя видами конверсии и самое интересное которая нам нужна это как раз конверсия из импрессиона в app unit app unit так называется установка приложения в аналитике это все можно посмотреть у себя в itunes аналитики в консоли и важно сделать фильтр по по источнику appstore search это именно поисковый трафик на скрине видно что у одного из наших приложений конверсия практически 14 процентов из показа в поиске установку что чуть ли не в два раза выше чем средняя конверсия по категории значит мы все делаем так значит я все делаю так красиво круто и все у нас хорошо google play к сожалению не позволяет нам узнать сколько людей наш увидевших ваше приложение выдачи в итоге установили google play позволяет узнать только количество людей которые из просмотра страниц которые посмотрели вашу страничку установили приложение также google play единственный из всех дает нам информацию по медианной конверсии которые показывает насколько хорошо ваша страничка приложения отработана и тоже можно сравнить свои данные с со средними данными с медианными и посмотреть как хорошо все делали свою работу когда говорят про осо постоянно упоминают некоторые ограничиваются ключевыми словами там да подберите ключи сделать себе название все такое кто-то говорит сделайте себе хорошие скрины но все постоянно забывают про про рейтинг который такой маленький незаметный на страничке но сейчас я попытаюсь вам показать что все-таки рейтинг оказывает огромное влияние на конверсию установку и даже если вы сделаете потрясающе асо будете ранжироваться на первых местах по всем популярным запросам то плохой рейтинг просто может вам все заруинить потому что 80 процентов практически 80 процентов людей смотрят на рейтинг приложения перед тем как его скачать допустим если вы ищете какое-то неизвестное приложение да у которой нет бренда например там не авиасейлс а что-то и другое ищите там просто авиабилеты вы смотрите не только на страницу приложения то есть выполняет ли оно те задачи которые вам нужны но и на рейтинг потому что например когда я искал какое-то приложение себе по не помню честно говоря почему-то узкому я выбрал и из там из трех конкурентов выбрал то у которого звездочек больше потому что ну наверное люди как бы людям нравится они его оценивают значит все хорошо более того если мне кто-то это приложение посоветует то я все равно проверю насколько хорошо у него все с оценками потому что если одному человеку нравится там да и сто тысяч поставили ему единичку то наверное с этим приложением что-то не так и стоит подумать надо ли вообще им пользоваться на на этом классном графике вот обожаю этот график всем его показываю видно что если рейтинг приложения падает ниже четырех звезд то вся работа по особу даже по платному привлечению трафика она просто уничтожается потому что люди переходят на страницу люди видят приложение видят там 3 2 одну звезду и такие все ну нафиг продолжение хрень я не буду его скачивать поэтому это на самом деле очень заметно в своей статистике вот но по исследованиям именно такие показатели такое влияние оказывает рейтинг на конверсию случае если вдруг так получилось что вы зарелизили приложение и там закрался какой-то страшный бак или она там падает на запуске или что-то еще страшное и пользователи наставили вам очень много единиц нужно как можно быстрее это все дело исправлять и выкатывает новую версию и не забыть например если дело на айос то не забыть сбросить этот рейтинг потому что с недавних пор апп-стор позволяет при новом релизе сбросить ваш рейтинг сбросить вёдочки и начать как начать новую жизнь гугл тэй к сожалению такого не позволяет поэтому там надо все осторожно осторожно действовать с этим собственно как получить больше оценок потому что даже вот тут есть представить надеюсь что тут есть представители одного из наших конкурентов которые так понимаю недавно совсем себе добавили то о чем еще буду говорить и до этого не было там после в течение месяца после релиза они набирали там около 300 400 оценок всего лишь вот самый простой способ айосе получить себе больше оценок это интегрировать системный запрос рейтинга который встраивается в приложение буквально там пары строчек кода если не считать алгоритм собственно появление этого окна и позволяет оценить приложение прямо внутри то есть например у нас это в приложении hotlook это сделано на экране ожидания поиска то есть после некоторых действий там пара переходов к отелю там пара поисков пользователю показывается предложение оценить его именно на экране ожидания когда мы не прерываем его работу мы не прерываем это бронирование отеля просто вот пока на экране что ничего не происходит вот пожалуйста оцени скорее всего если до этого у него было положительное впечатление приложение он просто поставит пятерку нажмет отправить и все как бы оценка улетит в сторону раньше для этого нужно было перенаправлять человека в appstore делать чтобы он там залогинился перешел на вкладку отзывы нажал оценить в общем достаточно сложно и понятно что никто этого не делал я сам наверно за там года четыре дело это пару раз потому что просто лень а так на самом деле очень быстро все это происходит и главное самое главное не прерывать пользователя то есть не показывать этот диалог на процессе какого-то действия например да в процессе прохождения уровня а показывать всего допустим после завершения успешного игры либо какого-то какой-то победы какого-то в общем когда у пользователя самое такое хорошее настроение он готов вам поставить пятерку не глядя просто и закрыть на этом графике видно что в июне прошлого года мы добавили этот диалог нативный диалог оценки и за первый за первую неделю июня мы получили больше оценок чем за прошедшие три месяца релиза с без этого диалога то есть там буквально наверно раза в четыре больше оценок и после того как в августе appstore разрешил не сбрасывать рейтинги приложение сейчас это все дело растет и вот уже добралась там до каких-то нереальных значений тут данные с прошлого года новых не помню но там какие-то огромные цифры звездочек естественно они все пятерки потому что спрашиваем его пользователя в нужный момент собственно системный запрос рейтинга иосный он естественно приведет к резкому росту оценок потому что это все будет много проще делать но если что-то идет не так то резкий рост оценок относится и к негативным тоже то есть если вдруг что-то пошло не так а вы его пользователя спрашиваете оцените приложение то скорее всего поставить единичку в общем также легко как поставить пятерку поэтому с этим тоже нужно быть очень аккуратно и выбирать момент для запроса когда когда пользователь наиболее лояльен к приложению и также нужно не забывать сбрасывать счетчик например следаю не тупо показывать это окно а после какого-то действия допустим там две победы в игре два перехода там не знаю к чему-то еще и после этого раз показываем то есть если допустим случился краш приложение то нужно этот счетчик сбрасывать потому что когда просят оценить проложение после краше это ну как-то не очень выглядит естественно там никакой пятерки не получите что касается андроида мы везде используем кастомный вариант который ну классический вариант с пятью смайликами и либо просто с кнопками оценить не оценить где три левых смайлика отправляют на форму обратной связи и два правых смайлика отправляют в сторону на экран соответственно оценки вообще не google не apple не любят такие кастомные варианты есть некоторая вероятность того что они скажут уберите пожалуйста его потому что это ну не очень круто но всегда это можно убрать допустим там как-то серверно или на этапе ревью и потом вернуть обратно то есть ничего страшного там нет после того как вы начали получать большое количество отзывов и оценок за ними нужно следить потому что когда приложение получает там один-два отзыва в неделю то это все просто когда начинается там по несколько отзывов в день и так по несколько сотен оценок в день то становится все сложнее и поэтому обязательно нужно следить за всеми оценками и отзывами мы следим через фоллу и некоторые отзывы типа вот плохо работающих фильтров помогают найти ошибки которые не удалось выяснить на этапе тестирования и как то может и как то какие-то глубокие ошибки и в переписке с пользователем можно понять что все-таки пошло не так и исправить эту ошибку соответственно из исправив и оценку важный момент что отвечать на отзывы нужно всем да многие на самом деле игнорируют это либо отвечает как-то односложно отправляя там всем выбрать все звезды выбрать все отзывы с одной звездой и ответить максимально односложно всем там спасибо разработчики в курсе так делать не надо потому что это все видно на странице приложений просто люди которые действительно интересуются отзывами они зайдут посмотрят скажет ну тут короче всем на нас как бы наплевать и зачем мне этим пользоваться просто отвечать нужно просто потому что часто пишут негатив не разобравшись может быть в сложном юай нужно показать что вы готовы людям помогать кроме того нужно отвечать сразу потому что такое так больше шансов что вам ответят вам ответит в ответ и очень полезно все-таки получать какую-то обратную связь от пользователей потому что ну возможно нам очень просто пользоваться своим приложением потому что мы знаем что где нажимать и куда переходить а люди которые там да из в общем не разработчики они не могут немножко не понять и тогда можно попробовать получить одни какую-то обратную связь по интерфейсам по дизайну и возможно что-то изменить приложение чтобы было проще пользоваться ну и на положительные отзывы тоже стоит отвечать просто там пары слов благодарить ну тоже как-то не классическое нам очень важно ваше мнение да а что-то поинтереснее просто потому что чтобы показать что вы как бы любите своих пользователей и они благодаря этому будут рассказывать о вашем приложении своим друзьям говорить вот нам вот эти ребята ответили поблагодарили там что-то такое еще классный кейс у нас был недавно я думаю надеюсь что у многих здесь есть наше приложение via sales и вы заметили что в одном из последних обновлений так получилось что исчезла карта цен и буквально в первые недели мы получили огромное количество отзывов с просьбами вернуть карту цен потому что это было лучшей функцией в приложении и люди пользователи пользовались приложением только ради этой карты цен а вы добавили какие-то непонятные путешествия в общем было очень сложно очень плохо но в итоге мы все-таки решили эту карту цен вернуть и с такими отзывами работали просто ответами что карту цен убрали да простите пожалуйста но скоро и вернем и она будет еще круче еще интереснее и в принципе люди меняли свое мнение да там не 5 звезд но хотя бы 4 и это тоже на самом деле очень помогло нам выправить вот этот небольшой спад по по оценкам но и плюс как бы успокоили пользователи которые хотели там уже удалять приложение и все забывать переходить конкурентам но все равно вроде как остались с нами поэтому ответы на отзывы это супер важно особенно на негативные отзывы понятно что не все реагируют понятно что люди которые пишут на ваше приложение типа очень плохое то они вряд ли изменят свою оценку потому что они написали и забыли и вообще удалили и все им не интересно но с другими более адекватными пользователям можно в принципе работать и они достаточно адекватно реагируют на все ответы но если что-то случилось совсем страшное и вам написали в отзыве где матерной лексики больше чем адекватной то можно найти отзывы жаловаться и нужно на них жаловаться кроме этого жаловаться нужно на спам на всякую рекламу это в принципе работает очень круто и веб-сторе это делается там буквально через пару кликов кроме этого можно через делать это через настольный айтюнс но в недавних обновлениях оттуда убрали вкладочку apps поэтому теперь это можно делать только через appstore на мобильном устройстве вы просто либо лонг тапом либо 3d touch на отзыв и выбирайте категорию категорию жалобы там до спам либо оскорбление либо что-то еще и буквально там после накопления пяти семи жалоб этот отзыв достаточно быстро удаляется но естественно нужно содержать что-то реально там должен быть спам или что-то оскорбительное они просто например там да у конкурента лучше такое за к сожалению не удалят потому что это считается личным мнением и пусть оно будет google play это же самое можно делать не все видят эти вот три точечки рядом с отзывом но там тоже можно жаловаться тоже выбирать причину жалобы спам там либо бесполезный отзыв еще можно это делать через консоль разработчика google play но там к сожалению можно жаловаться только на спам насколько я помню и там есть какое-то ограничение на количество удаляемых отзывов но это тоже круто работает но здесь на самом деле попроще потому что мало того что это жалоба это еще и понижает позицию отзыва на страничке еще одна важная штука с которой обязательно нужно работать это так называемые популярные отзывы которые показываются на странице приложения то есть на первом месте да вот видно что не очень правильно не очень корректный отзыв у нас с google play соответственно то же самое все испортили все плохо но но после некоторой работы с этими отзывами получилось вот так вот что на первом месте теперь находятся классные отзывы сердечками которые выглядят красиво и с пятерочкой и даже вот с ответом разработчика с пятью сердечками как пять звезд пять сердечек все круто я очень удивился но на самом деле вот это вот изменение позиции отзыва изменения популярного отзыва первого с с одной звезды на пять дали небольшую прибавку в конверсии с то есть те люди которые заходили на страницу приложения они ставили его из поиска они стали устанавливать его более часто чем раньше потому что видели что первый отзыв он пятерочка и дальше все пятерочки все красиво значит всем все нравится сражение существуют еще такие люди которые не знают про авиасейлс и выбирают себе приложение просто ища авиабилеты вот так что это тоже очень круто работает и такая маленькая фишка не всем известная но я на самом деле очень люблю такие маленькие штуки которые по чуть-чуть работают но в сумме с дают огромную картину которая позволяет очень круто расти именно по установкам в принципе на этом пока все наверное и еще одну штуку которую хочу показать это мы делаем в общем сейчас приложение фоллу которая позволяет вам прямо с телефона получать пуши о отзывах и прямо с телефона на них отвечать вот в режиме диалога это в принципе подтверждение моих слов что не очень круто отвечать на отзывы сразу потому что если вы отвечаете на отзыв в google play то он практически сразу улетает пользователю ему приходит email и он приходит пуш и он в принципе пока еще до горячий пользователь который написал там какой-то негатив или что-то про ошибку он еще может открыть этот диалог в своем сообщении и ответить вам ответить вам в ответ что да мне что-то не понравилось всегда вот мне это не понравилось хотелось бы чтобы это изменилось это в принципе можно принять и с этим поработать с ипстором то же самое людям прилетает ответ ну там чуть не сразу там задержку самого опстора там примерно часа четыре но им тоже прилетает ответ на почту им прилетает пуш из ипстора вам ответили на отзыв пожалуйста ознакомьтесь тоже круто очень полезно именно вот эту обратную связь пользователя получить вот но приложение будет доступно чуть позже наверно в концу мая мы его доделаем и всем расскажем еще более подробно вот в принципе вкратце я все что хотел и рассказал не очень много можно рассказать про отзывы но вот такие маленькие штуки дополнение там да к локализациям к маленьким прикольным штукам на скринах и работа с отзывами чтобы вас везде были пятерочки было много и на главной странице приложения тоже были пятерочки все это по чуть-чуть все это складывается и в итоге повышает конверсию повышает количество установок и и приносит всем счастье мои контакты если кто-то вдруг куда стесняется спрашивать либо подходить можно написать мне на почту на любую из двух почт и либо фейсбук и что-то спросить потому что в принципе всем буду рад и готов помочь ответить даже не про отзывы вообще в принципе про осо потому что не знаю очень приятно быть тем кто собственно это все двигает в россии вот все принципе на этом все спасибо